всем привет сегодня будет обзор мультиварки gf гриль 718d с функцией электрогриля очень интересная модель включает она в себя сразу 18 функций очень удобно в использовании потому что все эти функции вы здесь вот на дисплее указаны выбираете любую функцию из 18 в меню нажимаете кнопочку эту функцию то есть пицца суп тосты и овощи йогурт фритюр каша поджарка тушение пароварка мясо гриль жаркое выпечка закуски разморозка фондю подогрев то есть все есть все очень просто все вот можно прочитать и сразу воспользоваться то есть один раз инструкцию вы прочитали все поняли разобрались и в дальнейшем просто пользуйтесь подсказками на дисплее теперь давайте все подробно рассмотрим вот такая большая крышка стеклянное достаточно плотное стекло резиновые уплотнители то есть здесь у вас не будет проходить ничего лишнего очень удобные такие стоки то есть здесь желобок идет вот к таким стоком со всех с четырех сторон то есть здесь конденсат который образовывается он у вас обратно будет возвращаться в чашу дальше присутствует вот такие вот хромированные решеточки вот это идет для пароварки вот таким образом она вставляется то есть вы наливаете водичку здесь у вас есть отметка минимум и максимум то есть это вот пределы которые нужны для воды для масла то есть чтобы вам было удобней и понятней что нибудь допустим положили что вы будете готовить на пару овощи там не знаю клетки паровые все что хотите налили водички включили режим пароварка и пожалуйста под крышечкой все у вас это готовится либо можно что-то допустим одновременно делать что-то вы положили вариться а сверху положили еще что-то дополнительно готовится на пару вот такая вот решеточка она идет ну знаете наверное наподобие как в духовках вот для жаркого для мяса то есть пожалуйста это вот когда будете готовить допустим что-то как на гриле то же самое положили мясо и включили и готовится она у вас точно также выбрали режим который вам нужен под стеклянной крышкой все замечательно видео и фритюрница она разъемная то есть ее легко собрать здесь вот расходятся вот таким образом то есть для хранения тоже как бы удобно в коробочке масло сюда налили пожалуйста пожарили и повесили вот таким образом просто чтобы вас стекла жидкость которой вы будете пользоваться ну масло допустим можно вот я для себя например сразу определила что мне удобно будет бланшировать помидоры то есть летом когда идет сезон закаток заготовок я бланширую очень много помидоров ну пожалуйста в воду положили достали так также все стекло для фритюра естественно это картошка free и пончики жареные крылышки острые но это мне кажется всегда всем нравится это все очень вкусно вот такие вилочки это для фондю они различаются по цветам то есть вот они рассчитаны допустим на 6 человек и у каждого будет свой цвет никто не перепутает очень удобно еще вот такой момент вот самой крышки нет отверстия для выхода пара но она присутствует то есть вот здесь в отдельном в одном уголочке есть вот такой вот небольшое отверстие то есть пар в любом случае будет у вас выходить то есть это вот допустим для выпечки но это важный момент то есть лишний пар нужно убирать и немножко расскажу о самих функциях которые здесь есть как я говорила здесь есть дисплей с подсказками вы нажимаете функцию после того как вы уже решили что вы будете готовить продукты сложили и нажимаем функция здесь у вас появляется подсказка тосты дальше овощи йогурт фритюр и в общем вот так вот по кругу это все подсказки со стрелочкам йогурт готовится четыре часа при температуре 40 градусов это вам как подсказка идет дальше допустим фритюр то есть приблизительно 40 минут 210 градусов и вот в большинстве помимо того что по умолчанию есть температура и время приготовления в каких-то в таких функциях вы можете поменять то есть добавить допустим температуру либо время может быть увеличить где то есть где то нет этой функции вот один раз нажимаете по одной минутке прибавляется долго удерживаете по 10 минут прибавляется то есть вот этом максимум по температуре ну примерно точно так же то есть максимальное тоже есть это рекомендуемое время рекомендуемая температура что вы тоже как бы не ошибались и ничего не испортили еще в некоторых режимах есть дополнительно вот такая вот функция отсрочка старта называется то есть вот для тех допустим кто любит кашу с утра покушать да это очень много времени все-таки занимает а так вы свечи разложили ингредиенты поставили а строчку старта выбрали время сколько вам нужно и утром вы просыпаетесь грубо говоря уже у вас готова горячая каша вы не приложили особых никаких усилий у нас за вас все сделали если вам нужно отменить операцию нажимаете также вот старт и стоп это вот одна и та же кнопочка то есть передумали решили продолжить все вот он сейчас включился начал работать без отсрочки достаточно простое управление вот получается вот такой один агрегат на кухне заменяет у вас полностью и кастрюли и сковородки и сотейники и даже микроволновку потому что вот элементарно подогреть или разморозить она все умеет духовка потому что она вам выпекает и фритюрница и йогуртница это вот все в одном флаконе для меня например большой плюс что есть йогуртница потому что у меня дети очень много кушают йогуртов и я честно говоря вам разоряюсь иной раз очень давно не готовил но сейчас точно возобновлю буду готовить йогурты с ее помощью большой диапазон температурного режима то есть от 40 градусов до 240 то есть допустим вот в моей обычной духовке нету такого у меня минимальный режим 160 самый минимум а он не всегда нужен бывает именно вот такой прям совсем маленький нужным градус регулировка времени тоже очень удобно вот она начинается от одной минуты и вплоть до 10 часов то есть самое долгое то 9 часов 59 минут то есть вы можете выбрать всякие рецепты бывают и бывает что нужно допустим долгое томление какое-то поэтому тоже очень удобно и хочу еще обратить внимание на саму чашу вот на ее форме просто то что она такая плоская достаточно объемная но по крайней мере я по себе сужу мне допустим для пирогов там для бисквит это вот самое то опять же очень удобно вот я просто достать перелить если будет гуляш или суп то есть опять же вот это вот ложбинка такая достаточно удобно также нужно вытащить просто помыть только аккуратненько потому что с обратной стороны у нее тэн кстати очень удобно вставляется вот он сам зашел свои отверстия так сказать но и любую технику конечно нужно посмотреть в работе поэтому протестируем я решила приготовить лоббио это грузинское блюдо очень простое очень вкусное понадобится мне для него фасоль красная ну грамм 300 пример 300 350 фасоль лучше предварительно замочить часов на 8 можно на ночь я на ночь ставил лук берем по вкусу ну примерно 4 штучки я взяла мне хватит томат любой можно взять густой томатный сок либо домашний томат вы если крутите томатная паста пожалуйста зелень укроп петрушка кинза в обязательном порядке чеснок берем по вкусу тоже ну 3 4 5 зубчиков лавровый лист и приправа естественно тоже понадобится для начала нужно фасоль сварить поэтому наливаем чашу воду она мне предварительно постояла замочилась разбухла включаем функцию суп нажимаем старт 3 часа 100 градусов мне три часа не нужно фасоль варится примерно полтора два часа поэтому варим до готовности и время уменьшаем два часа я поставлю просто на всякий случай сюда же можно добавить лавровый лист либо какие-то еще приправе только кроме соли накрываем крышечкой ждем когда сварится фасоль у меня сварилась мультиварка перешла кстати в режим подогрева будет поддерживать температуру при 80 градусов теперь с фасоли нужно вот эту жидкость лишнюю слить теперь нам нужно пожарить лук на растительное масло выкладываем сюда в чашу и включаем режим поджарка температуру можно немножко уменьшить обжариваем ручок поджарили добавляем сюда сама сразу же добавляем все приправы соль перчик мили сунели кориандр душистый красный острый здесь все по вкусу и по желанию томат хорошенечко прожариваем чтобы он немножко так испарился поджарился томат готов теперь отправляем сюда же фасоль и также все хорошенечко прогреваем теперь сюда же мы добавляем чеснок туда же зелень или просто мелко нарезаем еще раз немножечко вот все прогреваем я уже не надо фактически готовить нужно просто чтобы чеснок и травы отдали свой аромат буквально пару минут прогреваем это вполне достаточно лобио готова мультиварки мы просто выключаем теперь можно переложить другую посуду и уже подавать на стол лобио готова по желанию сюда можно добавлять грецкие орехи немножко буквально горсточку хорошо их измельчить но это все по вкусу кто что любит пожалуйста можете добавлять подается она как самостоятельное блюдо то есть вы хотите как гарнир хотите как закуски даже как салатик можно его подавать можно его толкушкой немножко помять и допустим как паштет кушать он в любом виде вкусный но у меня он будет как гарнир поэтому я хочу к нему еще немножко поджарить куриные ножки я буду жарить на гриле соответственно я ставлю решеточку и вот так курицу раз складываем я ее особо не мариновал то есть соль перец и немножко маслом то есть такой самый быстрый самый простой вариант разложили накрываем крышкой включаем функцию гриль и он начинает готовить через полчаса у меня будут готовые ножки температура 240 градусов курицу меня пожарилась я ее в процессе приготовления переворачивала и немножко добавила времени чтобы она посильнее зарумянилась мясо кстати получилось бесподобное просто уже попробую вот очень очень нежная помимо того что сейчас просто на всю кухню пахнет шашлыком таким полноценным получилось очень вкусно хотел самый простой рецепт соль перец здесь вообще даже фантазировать ничего не нужно надеюсь вам все понравилось обзор будет полезен рецепты вкусными всем спасибо и приятного аппетита пока пока